Добивай. Не торопись только. Дело в отчем. Нам нужно убирать деревья вот эти вот на плотине. Мы их убрали. Но вот эти вот сучки, это дерево валить, его не повалить такое. Надо лезть. Мы начали готовиться. Вот принесли лестницу. Сейчас из деревьев на себе принесли. Видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, довольно высокая лестница. Но оказалось, там дупло. Вот подойди сюда. Шершень. Шершень это смертельно опасно. Вот мы свалили, когда этот. Мы не заметили даже. Но оно упало в другую сторону дерева. Вот сейчас я взял палочку и смочил ее бензином. Сейчас я ее зажгу и отойду в сторонку. Вот Никита подойдет и плеснет им туда. Плеснет так, чтобы как можно дальше туда пролилось. К ним туда, вовнутрь. Просто всю. Не смотри, не промажь. Никак. Подойдешь и туда сплеснешь. И баночку можешь даже бросить здесь. Я в это время туда суну факел и мы дадим теку вон туда, вон. Под листья спрячемся. Володя пока снимает. Итак, Господи, благослови. Господи, слава тебе. Господи, благодарю тебя. Сохрани насыпаем. Шерчень это очень опасно. Два-три хороших шершня и неизвестно что будет. Так. Поднимай все на себя. На шивор. Вот это вот. Подожди, сейчас я зажгу, чтобы у меня горел палки. Давай, подходи. Плескай и уходи быстро. Дальше туда прям выливай. Плесляй. Плескай, уходи. Вон оно куда пошло. Здорово пошло. Вон оно где кверху-то идет. Оно говорит загорится. А что тут загорится? Сырое дерево. Тут ничего не загорится. Вот так. Вот оно упало на ней. Тут горится нечему. А вот это вот оно где пошло, там они могли уходить. Вот они пришли. Шерчни-то. Они не поймут. Туда залетать они не будут. Вон он дым где идет. Видишь сбоку? Это значит там щель. С этой стороны нужно посмотреть. Вот откуда идет дым. Это очень опасный инцидент. У нас так было, мы делали вот так. Но оказалось, что там вверху у них или внизу еще одна щель. И они оттуда поперли. И меня два, кажется, укусили. Один в ладонь. Вот это листья капустные прикладывал всю неделю. Рука как барабан. Есть такой японский фильм, который показывает, что будет. Видишь как? Гляди, куда пошло. Горит. То есть он сухой. И может дерево это действительно внутри выгореть. Ну, во всяком случае, там шерчням делать нечего уже. Вот они прилетели. А они видят большая беда. А для них это хиросима. Вот они летят. Вот приближаются ближе. Эти крылышки. Вот он внизу. Видишь? Вот они. Они сейчас ничего не видят, не слышат. Погибло гнездо. Там у них детка, там у них матка. Вот так. И завтра, значит, если Господь благословит, все нормально будет. Вот это вот веточки надо спилить нам, убрать. Подойти нельзя никак. Вот у нас тут шершней много. Шершня это притечи Господни называется. Когда шел израильский народ, Бог насылал шершней на языческих народов. И они отступали, отступали там, где нет шершней. Видишь, где идет, куда? Выгорает. Посмотри, там сухо было. Это значит сухое. Гри, как оно здорово тянет. Ну, а если она дальше загорит? Ну, дальше загорит, дерево упадет и все на этом. Дальше гореть нечему. Гореть-то нечему. А то дерево сухое в этом месте. Вот оно. Им сейчас не до нас. Мы стоим, никак не подходим. А так можно было взять хлопушку и хлопушкой и хлопать там на месте. Вот оно. Это сколько прилетело. И скажет, как я остался живой. В это время вот не сел. Футбольная команда полетела, а я на работе был. Оказалось, что там пожары погибли. То есть, как у людей бывает. Вон где и дым идет. То есть, это сильная тяга. Его видно, как она вперед идет. Но все здесь зеленое. Бояться, что загорится, то нечего. Туда им уже не попасть никак. Вот они пытаются тут снизу. Видно, как они летают. Видишь? А так бы была большая лопата. Сейчас сетка была на голове. Бил бы лопатой туда и все. Я считаю, надо отходить уже. Смотри, сколько набралось. Найдется умный и скажет, это они подожгли нас. И могут на нас броситься. Давай-ка мы наденем повыше. Ну, Никита, отведи сторонку маленько. Видишь, сколько лет сегодня напилил. Андрей, эти деревья мы уберем для бульдозера. Чтобы можно было проходить. Там он мне мешает чуть-чуть, которое там отпилить. Вот оно. Выгорело. И оно наклоненно хорошо. Упадет еще так оно в ту сторону. Горит, потому что сухое. Значит, дерево это давнишнее. Видно по объему. Насколько больше человеческой толщины. Ее только вдвоем можно обхватить. Это ветла. Ветла. Там он еще больше корень у ней какой. Комель называется. Комель. Вот сегодня мы... Так, баночки-то не взял. Баночки потихоньку подпородись, возьми. Обе баночки, они нам нужны. Ты ее куда-бы запулил или что? Видишь, как. Вот так. Ну, тут еще не будет. А может ли огонь перебраться? Да не знаю. Надо подождать маленький. Нам торопиться некуда. Мы подождем. Чем закончится это все? Лучше, чтобы погасло. Огонь небольшой, но горит там хорошее. Внутри-то видно, что горит. Она подсушивает его. Ну, пойдемте в сторонку. А то. Ну, все, на этом. Все. Выключаем. Вот у нас продолжаем дальше. Как вот шершней уничтожили и гнездо. Здесь сожгли бензином. А сейчас заливаем дерево. Чтоб нам не стоять тут. Не караулить, когда оно выгорит. Она может всю ночь гореть. Еще обратно ведро набирать. И уже отсюда можно плеснуть потом. Вот он сейчас возьмет с пруда. Уже время у нас темновато. Время у нас сейчас без десяти девять вечера. Шерсти прилетели. Около десятка на свое гнездо. А гнездо сгорело. Или сверху зальешь? Хочешь, сверху еще лей. Вот, чтоб. Дальше он еще второе ведро сейчас зальет. Какая-то птица даже прилетела. Разведывает. Что мы тут делаем. Все, сейчас надо с этой стороны еще плеснуть туда. Вот прямо сюда. Там уже те не попадают. Сейчас он еще третье ведро плеснет. Нормально выглядит. Может на этот попробую подняться. На то, что спили. Прямо с него плеснешь. Давай с него. Давай я тебе подам ведро. Вставай на него. Тебе легче будет. Аккуратно только, брат. Давай. На месте, чтобы туда попасть сразу. Ну, как думаешь, еще? Ну, для полного убеждения, как говорится. Вот, один дым идет. Сейчас уже темновато снимать-то. Что, так же подать? Держи. Держи. Ну, я вот. Держи. Ну и всё, слава Богу.